Мажористмен Жамалов напомнил, что президент страны еще в начале месяца подписал закон. В документе установлено право граждан использовать часть пенсионных накоплений для приобретения жилья и лечения. С тех пор прошло три недели, но до сих пор людям не вернули их же пенсии, а правила гуляют по кабинетам, констатировал Жамалов. Депутат подчеркнул, что закон должен отвечать интересам граждан, а не ограничивать их законные права на использование своих пенсионных средств. По его словам, многие правила вызывают недовольство граждан. Многие граждане недовольны тем, что будет установлено ограничение на продажу жилья в течение пяти лет. При этом не учитывается обычной жизненной ситуации граждан. Однако до сих пор правительством не приняты правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий. 761 тысячи граждан ждут эти правила. Многие уже выбрали жилье, а эти правила все еще гуляют по кабинетам в различных согласованиях и утверждениях. Запрос Мажлиспена Паяева касался минимальной зарплаты. Кто из нас не хотел бы получать зарплату побольше? Но, увы, работодатели неохотно идут на повышение и ссылаются при этом на весьма условный показатель – минимальную зарплату. Депутат назвал вопиющим тот факт, что зарплата в Казахстане – одна из самых низких из 56 стран мира. При этом минимальная зарплата в Украине, Польше и Белоруссии и даже в соседней России увеличилась. Это не выдерживает никакой критики, возмутился депутат. Вопиющим фактом стало то, что Казахстан – единственная страна, где минимальная зарплата снизилась по сравнению с прошлым годом в связи с ростом страховых взносов. После нас только Нигерия и Узбекистан. Номинальная минимальная зарплата в стране не изменилась и составляет 42 500 тенге. Но из-за повышения страховых взносов реальная зарплата снизилась с прошлого года и составляет 37 400 тенге. По словам Паяева, в сравнении с прошлым годом стоимость продуктовой корзины в Казахстане увеличилась на 14%. В результате положение самых низкооплачиваемых граждан Казахстана ухудшилось, добавил он. Чтобы обеспечить достойный уровень жизни для казахстанцев, по его расчетам, зарплата должна быть привязана к реальной стоимости жизни с учетом наличия неработающих членов семьи. А пока 2 миллиона казахстанцев живут за чертой бедности. Это официальные цифры. Экономисты твердят, что по данным ООН, в развивающихся странах минималка должна быть не 100 долларов, как сейчас, а 500. Оржан Шехмед, Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.